Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поздний, но он будет, этот газ, в итоге тоже добываться, естественно. Он уже добывается, точнее. И будет и скорость с собаком, но чуть более поздней, чем у оппонента. Будет ЛР, ну, что-то будет у Блая. Но экономика уже у Блая сильнее. Так, открою кнопку. Тучи все летят, летят. Да, 3D-B пробегает с собачками, пробегает сюда внутрь. Здесь две королевы от Линги вообще ничего не сделают. Но дрона может быть попытается подрезать в ливне. Блай законтролил, молодец, дронщика отвел. И что мы наблюдаем в итоге, ребят? Я наблюдаю отсутствие лейра у 3D-B. Он же просто B, наверное, 3D-эш клан получается. Я наблюдаю отсутствие третьей хаты здесь. А Блай до сих пор здесь дрона уходит. И что должен дать этот Роуч Ворон? Для меня пока непонятно абсолютно вообще. А, ну, кстати, рабочий пока. Ну, видимо, это будет... Что это, пушка это будет? 6 Роучей, да. Просто так 6 Роучей тут и обороняться-то не отчего. B знает, что у Блая нет скорости. И, очевидно, Роучей-то эти агрессивные. А Блай здесь полный блок... А, Блай боится, что это фейковые, типа, Роуч Ворон и Маслинги здесь могут зайти. А, он вообще Роуч Ворон не видел. Ну, понятно. Ну, Роучи сюда придут, ребят, и... Если Би наморфит здесь реводжеров, несколько штучек. Если ему получится пробить эту плетку... Так, Бо-9, да, это сейчас все уберем. Так, 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 вот так вот нам все убрать. Если получится, как бы, пробить здесь, то шанс какие-то будут минимальные. Блай, это чисто дронов сейчас, Маслин. Все, нихрян не было. Первые 2 Роучи пошли. Здесь 4 королевы с одной стороны. Кстати, бейлингами, ребят, если много наморфить, можно вот в этот пространство заходить. Вот в этот эволюшн, то бишь кликнуть, и 3 здания будут погибать сразу от Бейна. Здесь уже королева есть. Би больше, лимит на ногу. 42-24 по-боевому. Бейлинги идут вперед, да заходи в этот Элла, блин, просто. Все. Роуч Ворон 3D пытается убить Роуча. Убьет быстро собак зачем-то подводят. Они сливаются на муми, это ошибка, безусловно. Трансфюзы будут, трансфюзы будут, но Роуч Ворон в итоге падает, заходит Би. Здесь Блай масса собачек, королева трансфюзится. Все, лимита уже равна, и не продавил. Би как бы Блай здесь отбивается, еще плюс 2 плетки. Еще плюс несколько плеток делает Блай, понимает, что это. Кстати, если вот сейчас тормознуться, вот если прямо сейчас тормознуться Би, то у него шансы будут. Рабочих добавить, и все норм сделать. Блай с королевами вперед вылазится. Ну, отступает в итоге назад, плеток очень много. Смысла никакого в дальнейшем давления я не вижу вообще. Ну и да, Би там начинает рабочих уже строить. Ну, часть унит еще сюда прибежала пока что. Ну, тут уже столько пушек, что вообще никакого смысла давить дальше нет, абсолютно. Две причем с ХГ там стоят. У Блая Реведжера добавляет королеву оверов там пытается сбить. Опять на ломбе будет? Го, ломиться-то смысла сюда, ломиться-то какой вообще. Так, королеву это забрать, в итоге Роучи отдал, королеву не забрал. Роучи отрансфюзил били. Ну, а толку-то что, ну, отрансфюзил били. Так, пять пушек. Ну, что-то Блай пересидел здесь, ребят. Блай тоже игру не читает, посмотрите. Как-то, ну, целиком и пол, что называется. В оборону вложился настолько, что Би его уже обманул просто. Посмотрите. 58-44 парабам. Там лейра у Блая, даже лейра нет. Вообще развел Блая просто. И понимает, что может быть контр на лом. Поставил плеток. Ставит шпиль уже, ничего себе. Да, Блай идет вперед, королева, вот что от нее осталось. Королева минус, она быстро уходить не умеет. Надо было в бок под антитеем. Контр забегание. Блин, слушайте. А откуда, что я не пол... Би, откуда я вот такой уровень вообще взялся? Он нормально играет, кстати, прям вообще на хорошем уровне. Здесь контр забегание бесполезно этими лингами. Почему? Потому что здесь одними королевами можно было подбить с таким количеством транслюзов. Здесь еще и пушки, и плюс стенка, то есть не пройти. Блай идет вперед. Не вижу смысла на лом. Надо лингами в тыл вот этим прибежать, если Блай ломится. Будет, например, сюда. Блай 1-1. Скоро шпиль доделается. Заходит Блай, прям под плетки. И перекапывает, чтобы фаербуллы не зашли. С тыла собаки наломываются. Сфлэш просто гигантский проходит. Блай теряет все здесь. Оу. Вообще жесть. Все теряет. И пушки вперед пошли. И мунталисков, ни много, ни мало, 18 штук за... Это реально дофига. Все, вперед идет. Мута сейчас тоже... Блай тоже муталисков сделал. Блин, здесь королев, конечно, много. Если Блай сейчас порки построит, тоже попроще будет. Мута летит вперед. Роучи ленги наломаются. Блай королев трансфюзит. Энергию выманивает биг, кстати. Но это правильно. Сейчас мута прилетит и разберет. Здесь все, ребят. Королев надо лететь разбирать. Все, муталиски наломают. Собаки прибегают. Трансфюзов не хватает. Муты 18 штук. Понимаете, 18. Ну, все этого не хватит, что ли? Я еще не понимаю. Нет, королев. Хватает, хватает. Муталисков. Но королевы без потерь здесь не сдались, ребят. Очевидно, да? Как бы. Королевы здесь бьются. Мута все новое-новое дотекает. Еще две королевы приходят. Нужно ли было так лобби с королевами драться? Вот я уже даже не уверен. Фига себе, он муту всю слил почти. Плетки пришли на крип, копают. Глая пытается отогнать. 16 муталисков королевами было убило. 8 своих делает. Жесть вообще. Ответ очевиден. Мне показалось сначала, что можно... Ну вот на самом деле, знаете, какой момент здесь был? Мута растянута была. Би прям в нагул он решил, что он столько дофига мута закал. И он растянул своих муталисков. То есть у него часть муталисков. Первая наломилась и гребла, потом еще подлетели. Это было в течение, где-то секунд 20-25 примерно. Да, там даже не 25, 15-20 вот мута так подлетала. Но если бы стейк был сразу 18 муталисков, там дамага получается, ну, у королевы сколько? 175 у мута там девятка, как бы. То есть 90 это от 10 муталисков и еще 8, да, как бы. Вот, а это 72 еще плюс дамага. То есть 172 это за залп королева умирала практически. Помимо трех пп. Значит, трансфюзица была бы намного... Так, лая идет вперед. А где мута глая вообще? У блая же была мута уже. 14 у него есть, 16 уби. Сюда б спорок бы пару, не помешало бы убить. Спорок нет. Да то блая заблочил, но если блая будет драться, то он с королевами будет драться, соответственно. А королев здесь просто немерен. Да, у блая здесь лучше армия, намного лучше армия получается. Тут бит что-то реведжеров шатает. Блая пытается там спорки, не понимая, зафайр болить. У бит четвертый уже хата есть, самое интересное. Муты все больше и больше, соответственно, благодаря этой четвертой. 21 муталис уже есть. Но с королевами-то как быть, я не понимаю. Так, по катушке. Хата пладает, блая. Он даже эскейп не нажал. Ошибка. Блая понимает, что теперь уже к четвертой. Там есть уже время не совсем на него работает. И Би абсолютно верное решение принимает, на удивление. Он не стал драться. Почему? Потому что здесь без шансов вот с этим делом драться. А у блая и мута, и королева здесь. И мута уже у блая. Сколько? 23 штуки. Там 24. Ну, блая на опусе, конечно. С ним тяжело биться. Так, Би еще может закатить. Ну, 22 б. Куда тебе беллингов? Стоп. Роучи беллинги пошли там. Ну, Би решил, что земли у него недостаточно. Ну, да, против стольких королев там, ну, земли явно недостаточно у него. Мута залетает на карманную базу. Порка падает. Рабочие падают. Блая муталисками с ним прилетает. Би придется либо валить на муве и огребать здесь жестко, либо драться с муталисками Блая, каким-то образом разваливаться здесь. Там плюс 2 у Би заказ на воздух. У Блая, кстати, по нулям. Мута повезло. Би очень сильно здесь. Он улетел большим количеством муталисков. Большей частью муталисков. Смог отступить. Привет. Привет, Азен Шавраул. На плече всем привет. На всех, короче, клеярах привет. Блая против Би у нас бьется. Я не понимаю, что Би за охренеть делает. Почему? Какие инфесторы? Почему ему просто не заказать сейчас муталисков еще сюда? Вот королева приходит, порки Блая вынес. Ну что за бред, ну вот такую игру слить? Не заказал муты, а греб билет. Летает на муе, как... Очень круто Би играл. Мне понравилось прям, как он играл, но ошибок буквально пару. И все, муту Блая сбривает. Вот что он летает на муе? Ну это вообще бред. Просто даже не протоковал. Было 21 муталиск на 27. Би летал и Блая убил. Всех ни одного не потерял, потому что он просто летал. Он что-то перехвалил, походу, да? Бывает. Я понимаю, он хотел типа подождать прироста. Вот эти 7 муталиск вы... Вот если бы он сразу никаких-то инвесторов заказал бы, а нормально муту, то есть все б окей было. Так, Бейны приходят, королевы вживут, ГГВП, Би пишет. Ну, не хватило немножечко Блай на опыте, Блай втащил. Ну что же, надо искать далее, куда нам двигаться, в какую пару, сверху, ну что. Кас демага, верду с мозгусом. Мозгус, это что-то, кстати, я помню. Это чей-то никнейм. Так, демага... Опа, демага Кас. А это демага-то уже был у меня. Если демага с Касом не играл, то я к ним пойду. Тогда, потому что в этой часть сетки... Так, дайте. Так, спрыгаю. Демага Кас, свердос бьется уже. ДНС Блайм будет биться. Все практически сюда врываются, но пофиг, как бы. В этой части сетки чисто СНГ, поэтому, ну, получится нормально все здесь следить, как бы смотреть. Демага Касом не играет. Демага Касом не играет. Демага Касом не играет. Демага Касом не играет. Продолжение следует... 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 И тогда можно будет и четвертую строить, и безбоязненно еще рабочих заказывать дофига. Димага, видите, 1-1 милишная делает. Это не страшно, если 1-1 милишная сделается. Если выйдет влетит, все грейды понадобятся. Но потом надо будет заметить, отменить пугать и делать уже рейнджовый, например, апгрейд. Инфестейшн для хаева, димага делает крип вперед, тащит. Гидра Дэнни готов, вот что плохо. Собак 6, бейлингов 5, 4. Еще делается 13 дронов, очень не вовремя димага сейчас дронов. Ё-моё, димага сейчас затерпит. Сейчас никакого лейта не будет, димага сейчас может просто развалить. 42-18 по лимиту, ребята, даже все эти бейлинги не смогут холбатов взорвать. Тем более, здесь медиуар пульс из полной энергии. Две королевы димага просто на муви сливают, бейлинги врываются. Очень печально для димаги. Здесь все идет. Вот последний заказ 13 дронов, если бы это были линги. Димага все ок было, а так он просто не отбился. К сожалению. Нужна вторая карта. Блай начал играть против ДНС. Я вижу, матч начался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, вторая карта, ребят Димага Касмус начинается Так, не туда, а единичку Ставлю, вот куда она должна на самом деле зайти Так, ребят, давайте-ка я все-таки отойду Потому что уже очень хочется Потому что потом придется прыгать в следующий матч Там некогда будет, секунду, ребят Продолжение следует... Так, все я здесь Просто резкий, невероятно Оказался я Вторая карта, Димага против Касу Димаги, он призов, он майнтует Муталис кресит такой прикольный А почему бы и нет А что же Кас? Через Рипера, как, кстати, гранатка на карте, оказывается, отмечается Не знал, только что сейчас заметил Рипера в ЦЦ-шечку Газ-барак, Рипер в ЦЦ-ху В Факту Потом, после Рипера Марик На бараке Факта Марик-реактор И третья ЦЦ-ху Соответственно, сейчас второй Газ В ближайшей перспективе будет заказан Полетят уже мулы Гелики будут подстроены Для того, чтобы Собаками не сгрызть, например, Димага Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, плюс еще два барака поперло Все стандартно, короче Пусть третья ЦЦ-ху Плюс два барака Сейчас две инженерки у КАЗ На Мэйне они, кстати, заказаны Странно, что они в стенке Частенько их в стенку ставят Здесь нет никаких зданий вообще То есть, если КАЗ будет Даже вот сейчас Гелики хрен пойми где катаются Здесь ничего нет вообще Забегание уложил Забежало бы сюда хотя бы штук 12 собак Они бы здесь устроили полный бы беспредел Прироста тоже нет Мариков этих сгрызают И все сразу на рабочих накидывается А Мариков они за секунды 3-4 сгрызут Димаги третья сейчас будет раскачивать ее В этот раз КАЗ Био играет Я думаю, Димаги попроще будет Потому что в предыдущий раз он к КАЗ Био и готовился В итоге проморгал выход Просто в Чем он вообще не знал, что КАЗ играет Меха И проморгал выход КАЗа Который до него как только дошел Димаги сразу в ГГ написал Димаги Так, пять хат у нас, короче. Пятая хата. Это макро хат на мэне. Четвёртая уже, Димагас. 61 дрон, у него третью раскачал. Сейчас это 70-ка, рабочих район не будет. Ну, грады чуть раньше, чем у касса. В принципе, всё нормально, но у касса тоже третья цеха уже добывается. Очень пассивная игра проходит, никто никого пока не карасит. Дропов не наблюдаем, пуши никаких не было. Димага тоже никаких забеганий делать, ничего. И вот дроп пошёл первый. 16 мариков. Потому что, в принципе, такие дропы сейчас тоже даже после трёх цеха стандартные достаточно. То есть а-ля билд с двух цеха в ранних 16 мариках со стимом только. С тремя цехащиками дропы значительно позже. Но тоже задача дропов. Гонять, шатать крип здесь, гонять лингов всяких по центру, там. Если необходимо загружаться, улетать. Если есть возможность, там, куда-то прилетать и экономику шатать. Вот королеву, например. Срезать нужно королеву. Чё-то полетал, полетал. Касс улетает. 2-2 у димаги. Гидра, линга, бейлинги здесь стандартные. Есть четвёртая, вообще не раскаченная. Кассу уже рабочих больше, чем у димаги. Выделил дронов, чтобы заказал дронов, чтобы раскачать четвёртую базу. Выделил ресурсов и личинок именно на этих дронах. Касс не туда ходит. Видит димаг. Да, видит димаг, где касс. Перемещается сюда. Гидра, лиском, скорость раньше ещё не готова. Бейнов здесь, кстати, тоже как-то не дико много на самом деле. Смотрю, собаки вырываются в колбатов. Ё-моё. Надо больше бейлингов. В итоге сейчас у бейна, да этих мариков просто не дайте выскость фокусёр. Смотрите, поп-поп там отфокусил несколько бейнов быстренько. Хайф пошёл. Ну, линго-бейлинги идут. Всё, новые 2-2 делаются. У Касс тоже 2-2. Четвёртую ЦЦ, вторую факту плюс там барак. Пару штук. На данный момент сколько барак? В 6. Будет 8. Ну и что интересно, на второй факте танки. А, с двух факторок танки. Интересно. Ну, это пушерский больше билл такой со стороны Касса. То есть масс био плюс танки. Возвращаясь, хорошие дроби тут. Которым, что Касс там пытался сделать дробом. Неплохо Касс заходит, ребят. Собак всех забрил. Часть бейлингов тоже забрил. Демага-да заказывает, скорее всего. На 20 лимита он уже проседает. Хайфа нет. Ресурсов не хватает. Сейчас хайф будет. То есть пока ультрал Кеверн будет заказан. Пока ультрала получится выйти. Опять демага вдаль бежит. Опять сливает часть юнитов. Крипа здесь, кстати, уже не будет очень скоро. А значит, все медленнее, значительно бегать будет. А это плохо. Прям под Касса юнитами начал крипту. Мы демага напиливали. Зачем, не знаю. Все, Касс прошел уже к четвертой байде. Демага еще Бэйнов делает. На, как-то грамотно драться с двух сторон. 3-3 Касс заказал, грейды. Дошел Бэйлинг на Мариков. Пару минуснулось. Танчиков пять. Демага снизу наламывается, но не всеми. Юнитов полностью не отдал. Вот сейчас надо всеми ломиться, что и пытается демага сделать. Бэйна до Мариков пытается дойти. Линги танков аннигилируют. Гидра тоже заходит. Хорошо, как демаг подрался. Прям я не ожидал, что так прям замечательно получится. Медиваки все, кроме одного, выпилены просто. Касса ведет прирост дальше. Демага танк очередной сбривает. Бэйлинги катятся. В этот раз Бэйлингов не очень-то хватает. Но медивак демаг сбривает. Были бэгрейды Гидри на атаку. Было бы вообще все замечательно. Но в любом случае демага здесь плюс абсолютно разменялся. Сейчас у него уже ультра пойдет. Да, три ультра, леска, панцирь. Все по технологиям понемножку наверстывает. Ну, Касс сейчас Либераторов уже будет мастить вообще. Так, шпиль у демаги на четвертый. Вообще смысл его на четвертый ставить. Поставил в каком-нибудь более сейфовом месте. Придет, Касс выпилит его там просто и все. Пятая пока не здесь, не здесь, нигде. Пятая база не ставится. Почему-то у демаги не знаю. Узи, пожалуйста. Что-то напала, устала сейчас. Неожиданно. Опять Касс вперед идет. Его 200, ребят. Вот тайминг 3-3 выход. Вот, 3-3 готовы. В демаге панцирь только... С другой стороны, у демаги ультра уже есть. Панцирем одного тут Морфиш. Если Беллинги зажали, не может выйти. Вот, до Морфились и вместе со всеми пошел вперед. Вот, демага сейчас... В прошлый раз грамотно дрался с нескольких сторон. В этот раз надо то же самое делать. Часть гидролингов плюс ультрала завести сверху. Часть можно вот отсюда завести. И наломиться грамотно просто. Здесь микс не сильный против ультры. На самом деле, реально не сильный против ультры микс. Так, пошел на лом. Ультралы сверху, снизу. Часть юнитов стоит. Демага... Что ты делаешь, Дима? Просто забыл. Вот, смотрите, стоят. Группа стоит, она не в бою вообще. Она просто не дралась. Вот сейчас только демага видит, но четвертый он уже лишится за это время, похоже. Хотя, никак не покусил. Вот, ультра выходит. Ну, собак разбирают. Вообще в хлам, короче. Марики-мародеры. 3-3 демага вот только сейчас доделась, когда развалился. 175-95. Тебе, 2-0-к, сказалось, демага. Ну, готов здесь сражаться? Нет, не готов. Даже в этой битве он что-то как-то затупил. Пол армии оставил. Не пол, как же там, меньше, чем пол. Это бы зарешало бы. Ну, что, Блайс ДНС там, где Овердос. Уже выиграл Кас против Верди. У нас будет сейчас. Куда-то мы и пойдем. Продолжение следует. Продолжение следует. Пишу Касу, чтобы заинвайтил с Вердосом. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, сейчас выиграю Сейчас выиграю, заскачу Или сейчас прямо отойти Надо сейчас отойти, мне на минуту будет С мамой поговорить быстренько Какой счет угла? Без понятия я Кстати говоря Так, сейчас выиграю Так, сейчас выиграю Так, сейчас выиграю Так, все я здесь, ребят Реклама, в которой звук не убирается Какая-то... Короче, ребят, помните Про поддержу вас, естественно Рекламу пилю, отблоки Отключайте, ну и т.д. Подписывайтесь на премию, поддержите Меня, мой канал Сейчас сказ против вердоса Мы будем смотреть матч А далее Кто-то из них попадет в финал Блай бьется тем временем с ДНС Какой там счет? Я даже ХЗС, честно Пирам бьется тем временем с ДНС Тичнарочкер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает Сергей, такие краски за окном, а ты грустишь Привет Тичнарочкер, а что я гру... где я грущу-то? Я особо и не грущу на самом деле Что ты взял, что я грущу? Привет, вв2013, на гг-стрим тормозит странно От других людей жалоб не было Спасибо за поддержку На самом деле, не грущу, просто смеяться тоже без причины Как-то хз Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Ну все, все здесь вроде Так, КАС Переименую, что это КАС против вердоса у нас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, спасибо всем за поддержку, ребят, вердос КАС ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрю я там в какой стадии находится Тинк у нас турнир Ну, он пока в стадии такси, ну, то есть еще пока идет, на самом деле И Лайв с Инновейшн бьет, причем ведет там 2-1 и... У нас тут четвертая карта, ну, там Инновейшн победил, по-моему, Лайва практически, хотя я еще пока не победил, на самом деле, но близок к победе Так что, походу, там 2-2, может еще и десайд успеем посмотреть Ну что, ребят Илонги и Гастник с Кибернетчика вердос Первая карта Одиссея у нас Красный КАС, синий вердос Ну, здесь, как бы, как нас в важных турнирах цвета так не привязываются Может быть, поменяются там Местами в следующей игре, может быть, нет Но позиции 5 КАС, 11 вердос Ну и КАС играет через Рипера Причем это барак ГАС в Рипера В ЦЦ-шечку, во второй барак Тут реакторы Это ранний Steam будет И, возможно, как это даже агрессия От КАС у вердос Пилон есть в районе 2-го Нексуса Готов Мазеркор Здесь есть где Рипера уйти через вот эту позицию Ну и Риперок уходит Так, здесь у нас Рипер опять на вторую прилет Здесь пробки халявные получаются Но адепт готов, у вердос спускается вниз И Старгейт То есть обычно корейцы сейчас Как у них Через адепта Старгейт Без Мазеркора То есть он раньше получил Сотка газа А Мазеркор стоит И, конечно же, он Ну, то есть Не хватает газа сильно На все про все Рипера наконец-то Принимает Вердос КАС сам под у верчаж Залез Еще и Мазеркор Задемеджил В итоге КАС не знает Что здесь именно Старгейт И у него, например, нет минок А это значит, что залетать Шатать можно будет Оракулом Нормально Шатать Но вердос тоже об этом не знает Так просто обычно боятся Минок Они там стараются С бачку где-то Залететь аккуратненько Чтоб не потерять То есть это Оракула Ну и плюс 2 гейта Старгейт, 3 гейта Отвердос Позиция для гейтов Честно говоря, странновато Не знаю, зачем это здесь Ну вообще То есть здесь Во-первых Не, ну ладно Там пилон сбрить Это в любом месте Может дроп сделать Или что-то Ну просто Юнитов здесь тяжело Расположить будет То есть у верчаж Выставил гейт Здесь сзади поставишь Ему походить Постоянно Так они за пилоном Стоят Там просто Здесь надо Второй добавил Лагипит И где вот тут Здесь можно закатить Так вот как это Вот фаржа Но не принципиально В принципе Может Точнее Может принципиального Значения не иметь Вообще В положении этих гейтов Потому что возможно Тиран даже Ни разу-то там Рядом с ними Где-то не окажется Потому что вердос Трех гейтов Под пуш делает Смотрите-ка сейчас Что у него есть Давайте глянем Четыре сталкера Адепт Еще один Выйд Оракул прилетает Мариков Очень много Здесь Здесь просто так Не закушат Может и адепт Имеет смысл Завести Вердос Шатает Ну это опасно Кстати здесь шатать Что вердос Делает АПМ 475 Зайди ты рабочих Да Поковыряем Олень Адепт Сразу же Падает Но адепт Он Пэти Он со сталкерами Не может наравне Шатать Сталкеров Можно контролить Можно катить Там мариков Этих Пытаться А адепт Что Адепт Ранж меньше Скорость Передвижения Меньше Типа Атаки Другую Он просто Не стекается Там Так 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 Ну Пушатал Вердос И свалил В итоге Каз Даже не помню Что здесь пилун Где-то Он сейчас поймет Как ССФу Будет заказывать Вердос Плюс еще Юнитов Варф Есть Сентря Есть еще Три барака Есть Блин Плюс Один Есть Роба Но До Колос Что-то Такого Значительного Здесь далеко Вообще Отменяет Вердос Каз ССС Можно Можно Выпилить Реактор Булу Например Вердос Ну Что-то Не спешит Отводит Так Мародер Здесь Ну Мародера Забрать Конечно Энергию Ораку Просто Немеренно Еще Одна Ццеха Строит Это Хорошая Шатали Вердос Очень Неплохо Пока он Летает Каз Напрягает У Каз Ой Здесь Очень Много Сейчас Семь Ищет Сейчас Будут Здесь Нет Влинка Мазеркор Где-то Вдалеке Каз Приходит Нужно Без Уверчаж Не отбиться Вообще Верчаж Тайдрус Раз Два Три Ну Адепты Помогают Очень Сильно Плюс Уверчаж Помог Со Сталкерами Вердос Отковырялся По-моему Он нормально Все делает Здесь Я бы Сказал Скорые Блинк Будут Готов Призма Здесь Есть Оракула Кстати Хорошую Работу Здесь Проделали В ТУ Но Надо было Дэмэдж Пораньше Вырек Чтобы Энергия Сохранилась Он и не дал Цеху построить Убил Рабочих Штук 7 или 8 Там Мародера Возможно Мариков Которых Я не видел Как Вердос Убил И готов Блинк После Блинка Да Эти Глефы Сразу Заказаны После Блинка Можно Выход Попытаться Делать Но Опять же Беспокоюсь Вердос Что-то О третьем Некус Не думает Но Он Зато Думает О том Как Выход Сделать Он Делает Его Кстати Гейтов 5 А нет 6 6 Гейтов Ну 6 Это Не так Много Но Боевой Лимит Намного У Вердоса Больше Чем У Касов Здесь Правда Очень Много Мародеров Именно Тяжелый Микс Против Сталкеров Получается У Касов Третий Микс Вердос Заказал Наконец Так Видимо КД На Гейтах Поэтому Доваров Как-то Медленно Идет Здесь Оракулы Стабильно Ревелэйшн Кидают Ставят Прилетают Адептов 10 штук Уже Куда не шло Но нужно Их вперед Сталкеров Завести Видит Вердос Кас Здесь Ходит Кас Видит Вердос Принимает Бой Адепт Вперед Сталкеры Назад Чуть Отдалют Агрессивные Блинки Надо ли Так Блинкаться Адепт Не пускать Туда Кас Нужно Гораздо Больше Адепт Сейчас Вердия Добавлять Иначе Будет Тяжело Минка Падает Гвардиан Великолепно На всех Юнитов Здесь Затанчат Сейчас Но Кас Выводит КСМ Адепты Кончаются Как только Они Кончатся Никакой Гвардиан Не поможет Такое Количество Мародеров А именно Их Двенадцать Штук Они Вот Этих Сталкеров Четырнадцать Распатронят Просто В момент И Глеф Еще Не был А Вот Это Очень Сильно Влияло На Качество Атаки Здорово Валерий Устров Здорово Всем Пацаны Все Пошла Атака Теперь Глеф И есть Но Теперь Нет Гвардиана Зато Блин Как Агрессивный Вперед От Дэмэдж Либератора Вирдос Зафокусил Адепты Идут Вперед Все Идет Вперед Вообще Разбирает Касс Лимиты Правда Близки 75 на 66 Но Уже КСМ Вперед Идут ГГ Касс Пишет Чуть-то Вирдос Активно К Весгу Готовится Говорит На Корее Там Уже В ГМЛ Там Молодец Конечно Будем Будем Стараться Освещать Турниры Где Вирдос Играет Пацаны Наши Я Уже Говорил Что Есть Вероятность Что Я На Вес Поеду В Москве Стримить Кометить Там Сливка С Вирдос Будет Играть Но Пока Подтверждений Никакого Нет И Сегодня Мне Обещали Написать На самом деле Я желанием Не горю Туда Ехать Первый Старкрафт Ремастер Запускаем Тур Как раз В эти Дни Это 21 22 Плюс Достаточно Резко Непонятно Что Там С Билетом Вообще Нихрена Непонятно Короче Вообще Нихрена Непонятно 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 Ну что Ребят Это только Первая Карта Была Сейчас Будет И вторая Уже Соответственно Я там Против Касса Был Поменяли Местами Касс Горит Разница Думаю Была Небольшая Между Мною Вердос Мне Два Года Вообще Не Играть И Не Там Верну Вердос Сейчас Норм И Касс Сейчас Норм Претенденты В принципе На Вердос И Касс Это Претенденты На Чей Вердос Уже От России Будет А Вес Украинский Я даже Не знаю Был Он Или Нет Если Будут Скажите Мне Как Он Закончится Мне Гажут Что Не Было Еще Отборочных И Касс Может Тут Украина Отобраться С кем То Еще С Блайем Например Так Реклама Пилил Не Не Пилил Ребят Помните Про Поддержос От Влоки Подписки На Премиум Там И Т Д Всем За Это Громадное Спасибо Кто Так Делает И Поддержит Мой Канал У Нас Полу Финал Вирдос Против Касса Глайя С ДНС До сих Пор Я так понимаю Бьется И Кстати Если Сейчас Например Вирдос Выиграет Ну Выиграет Пусть Сильнейший Как бы А то Может быть И к Кассу Успеем Вообще Ой Глайо Сильнейший Так Ну Что СССХ Первый У касса Ребят СССХ Первый В три Бара Опа А Здесь Было Несесть Вирдос Приехал Увидел Что СССХ Первый Орбиталки Пошли Акалит Карта Да Здесь Есть Возможно Поранше На самом Деле Войти В баску Лучше В кармане Это Безопасно Относительно и для Тирана, и для Протса, скажем, получается. Кто-то из данных игроков будет в финале. В других парах, там, в другой паре четверть финальной бьется Блай, если победит он с Артом, будет игроком, игроким польским Протсом, насколько я помню, раньше он точно Протсом был, сейчас не знаю. Вот. Ну, то есть, Блай по силам тоже к финалу прийти. Возможно, на СНГ вообще финал, но... А, не было очков, ну, спасибо за инфу, но... Блайу, возможно, да, как в финал прийти, но кто-то один хотя бы уже в финале из наших будет, это уже интриг, как бы, это прикольно. Ну, если двое наших в финале, значит, сотку евро уходит сюда, к нам в СНГ, как бы, ну... Не великие деньги, но все-таки игрокам, ну, как бы, ну... Приятно, что не зря время провели, кто-то победит. Плюс, если, как бы, игроки нормально общаются, можно 50-50 сделать, что называется. Ну, ладно, скрытно все делается, как бы. Вот, но... Чтоб никто не знал, ну, как бы, так... Чисто братская тема. Ну, конечно же, биться. Все равно будешь биться, и за первое место, ну... Первое место тоже важно, потому что занял первое, скажем. И этот чел занял первое место, как бы. Все. Смотрите-ка, ребята. О-о-о-о! Вердос подстраивается под СЦ-шечку Кааса. Очень интересный расклад, пацаны. Это что мы сейчас увидим? Пока мы видим, правда, 4 гейта, но... Если сейчас Вердос еще добавят, то возможно... А, нет, это... Короче, нет. Я уж думал, сейчас будет улынок. Кстати говоря, корейцы даже без фаржиц, плюс 1, а просто с глефами приходят просто, допустим, раньше так делали частенько, видите, ранее с Сафу первую играют. Просто робов, 7 гейтов с твойлайтом, глефы без грейдов вообще, и убивают просто оппонентов. Здесь же Тхарас, в чем суть плюс 1 и глефов, в том, что марики без щитов, КСМки с двух ударов погибать будут. Это очень больно, это очень опасно. Призма прилетает, глеф пока нет. Летит, точнее, призма. Надо доварпать 3 юнита сейчас. Вердос, кстати, и тот кто там надобавлял. И в фарже не забывают продолжать грейдики делать. Из-под туреля надо улететь космариками, как не вовремя ушел. Ай-яй-яй, ребята, как же не вовремя космарик ушел. Вердос покусит КСМ 10-11, уже минус 12. На такой стадии очень неприятно. Для КСМу касса больше лимита, 35 на 17 по боевому, но у Вердоса 8 гейтов есть, между прочим. Это что значит? Ребят, это значит, что... Так, адеф на мэне. Еще пару КСМ их точно погибнет. А нет, одна медивак как вовремя подоспел. Это что значит по боевому? Он в ШК сможет сейчас прийти и поддавить неплохо вообще. В общем-то, три нексуса. И смотрите, три базы добываются, гейтов уже 8 штук. То есть довар за раз 16 лимита получается. Очень хороший довар. Глев и есть делается блинг. 1-1 грейды. Пока вот у Вердоса все хорошо на самом деле. Очень все хорошо. В этой игре главное он сейчас как-то на дропах не затеет. Вот КС залетает, спалит Вердос. Видно же, дроп было, по-моему, пробка. Это и здесь видно. Да, заметил Вердос, молодец. Адеп прям Мариков рывает. Сразу головы Мариков в стороны полетели. Сразу же часть дропа выпиливает Вердос. Плюс 2 пошло, грейды хорошо с фаржей делает. То есть не втыкает пажа хоть одна, но с грейдами втыка нет. Плюс еще 2 гейта будет сейчас скоро готовы. Их станет 10 уже суммарно гейтов, я имею ввиду. Хорошо. В принципе, все хорошо. Но беспокоит меня, что ни Колоссов, ни Архонов, ничего такого не добавляется здесь. все вертут. Так, 3 дропа в Медивак, 3 прилетело прям на третью базу, а юнит это здесь прям встает. Донецк рабочий погибнет, Вердос проведи Адепт вперед проводит. Молодец. Подтонка пошла. А что же Мишани? Мишанице цеху ставит, третью. Мишаниц мародеры пошли. Далеко еще здесь не все потеряно на самом деле. А что... Так, и призма, с призмой Харас сейчас будет. С Талкером блин, готов. На третий, на карманной второй базе плюс два гитра открываются. Здесь два Адепты. Вот здесь с этой стороны хрен дропнешь. Здесь... А вот здесь вот, например, ребят, хотелось бы внимания обратить. Даже если пилон за... Уверчаж заранее поставить сразу, то Медиваков три штучки полных почти. И это значит, что... Ну, то есть... Можно было бы сюда дропнуться, но Увердос хороший довар, своевременный. Блин, и шторма нет. А-а-а, пушить Увердос третью кассу. Выходит в центр. Касс летает прямо через армию. Увердос летит реагировать на блинки. Не тот. Медивак подрезает. Сейчас тот подрезал. Второй еще сбил на муве прямо. Вот. Кассу повезло сейчас, что один Увердос пустой первым поставился. Если бы сейчас Медивак Увердос два фукусу, еще минут 10 лимит потерял касс, имею два, в которых юниты сидели, и Увердос бы фукуснул. Здесь сталкер в двор пойдет. Минка есть, Увердос приходит, не реагирует на Минку, потому что дает дроп. Надо Мазеркора везти из кармана сюда на третью базу, получается. Здесь Увердос идет на ломль. Адепт заходит на муве, бункеры готовы, надо аккуратнее быть, Увердос. Здесь уже два либератора, плюс два еще будет. Зашел на рамку, мародера сбил, несколько юнита сбил. На карман, на вторую идет, здесь надо на... На вторую зашел, и просто, рабочие-то падают, короче, хорошо падают, здесь касс что-то ходит, ничего не, вообще не шатает. 8 рабочих минус, но Адепты тоже теряются. На призна до варпа я что-то не наблюдаю. Здесь просто либераторы ничем не прикрыты и практически остаются... Так, два сталкера подблинкиваются, либераторы падают, бункера падают, ребят, неужели 2-0 Увердоса? Пробил либератора, бункеры пробил, похоже, что да. Один этот дроп, тем более, здесь потонка, если он ничего не... А, у Увердоса еще здесь и Адепты есть, и Уверчажа два. Здесь либераторов новых КАС отстроил, но здесь до варпа всю новую-новую идут. Вторую броню Увердоса заказал, то есть Гриды продолжает делать вообще. Ну что ж, зажимает Увердоса, 460 АПМ у него средний, КАС что-то угорает, ГГ-50, не знаю, ЧУ КАС угорает. Ну что же. Кажется, Блай проиграл, я тут понимаю, тогда, или нет. Ребят, как там Блай сыграл, пока результаты не обновлены, но здесь победа Верди, ребят, и над КАСом 2-0 уверенная, нам надо дальше что-то смотреть сейчас, еще второй полуфинал не стартовал пока. Да, ДНС против Арта будет биться сейчас. То есть, мы оба полуфинала увидим, потому что один позже стартует. короче, у нас ПВП в финале, но Вердос там будет. Редактор субтитров Продолжение следует... Продолжение следует... Так, секундочку, ребя, возьму трубку. Продолжение следует... 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 Уфа, ответ от арта идёт, ребёнок. Дичь какая-то игра, просто рабочих друг друга убивают всю игру вообще. Всё, у арта рабочих опять же больше. ДНС фениксов начал мастить. Арт тоже строит фениксов сейчас. Можно поднять пробку, забрать. Убирает ДНС её. Дома три сталкера... Арт, простите. Дома три сталкера, сентря. Можно сентрю было его забрать сейчас, но есть фениксов побольше было. Феникса здесь три, четвёртый строится. У ДНС, у арта тоже сейчас три будет. Мазеркор сбрить. Не, Мазеркор так просто не сбрить. Феникс и ДНС прямо через Старгейт пролетают и становится очевидным, куда они летят. И видно, где они летят. Нужно бой грамотно принять арту сейчас. Ну, он относительно грамотно принимает. Ревелэйшн кидается сейчас. Четвёртый феникс сделать. Там четвёртый подлетает. И, кстати, ДНС решил сбривать прямо здесь, на точке сбора, на Старгейт он всё. Арт это видит. Он из-за ревелэйшна понимает, когда ему напасть, чтобы прикрыть Феникса, вот четвёртого строящегося. Что он творит-то ему? Всё понимал, сконтролил как... вообще ни о чём, короче, сконтролил. Странный перехват. Попытка перехвата от ДНСа мог сейчас Феникс просто отдать. Арт отступил домой. 61-60 по лимиту. Подвар у сталкеров будет сейчас что делать? Опа, Аракул прилетает. Да уже всё, он не желез. Надо было до конца драться. Через мейн код сваливает. Или прямо на мейн полетел. Да, прямо на мейн летит. При пробке ещё стрел. Здесь надо спуститься и убить просто Пилона Старгейт. Вообще, что Феникса будешь не строить вообще. По Фениксам я законтролил вообще. Так, ДНСа больше, намного больше Фениксов. Контроль воздуха за ним. Дизелок вырезает Пилон. Сейчас Старгейт будет убивать в перспективе. Три Феникса у Арта. Делается блинк у Арта. Он отстаёт по лимиту. Причём сильно отстаёт. Старгейт. А, он не видел даже Старгейт. Он так его и не сбрел. Я говорю, сбреет. Он же не видел, где Старгейт-то даже. Сетки нет на Твиче. Могу вручную скинуть. Ну, Фениксов уже девять. Это очень много. А они трёх разберут вообще там без потерь. Даже, наверное, один не погибнет здесь. Хоть чуть-чуть законтролить. Отвести дэмэджного назад. Если не контролить, максимум один всё равно погибнет Феникс. И вот Дэнэс прям на мейн врывается. Да и чё ганать-то за этими Фениксами? Три Феникса минус, вот увидите. Мазерпур минус. Пролетает тыл на второй базу. У меня сейчас очень много рабочих погибнет. Сваливает Дэнэс. 35-39-50 по рабочему. Так, все ситуации. Зилки Старгейты добивают. А здесь уже запилил. Здесь сейчас запилят. Так, у Дэнэса чаш, у Дэнэса архива тампларов. У Дэнэса третий нексус. А здесь выход на блинке, кстати. Идёт опасный выход. Здесь два Аммортала, но... Да ну какой-то уже... А, здесь ещё и Фризма нет. Ну ясно. Здесь Фениксов все девять живых. Владе... Нет, здесь без шанса продавить вообще архив, мне кажется. Если это произойдёт, то... Пошёл Дэнэс вперёд. Центрей своих чё-то не подождал, а это плохо. Фризму просрал, но есть дублирующий пилон здесь, поэтому... О, ошибка от арха. Дэнэс, ты чё твори... Смотрите, что Дэнэс... Ё-моё. Чё он сотворил-то вообще, вы поняли, да? Шесть Фениксов просто слил на месте. Вообще даже не контроля их. Ну теперь там на блинке можно и чудеса кинуть. Ну хотя нет, три эморфа, два архона, три феникса всё-таки живых сталкеров. Да, вар произошёл. Арк пытается биться. Разваливается в месину. Сентри сталкеры потеряны. Всё потеряно. Надо догонять Сентри... А, нет, две Сентри ушло всё-таки. Ну третий арт. Нексус начал раскачивать всё-таки по итогу. У Дэнэса газ на третьем. Сейчас начнут добываться. Может быть, архонов наварпить реально много. Что он и делает в данный момент. Из грейдов у Дэнэса чаржик. Узелки вперёд. Если прыгать так будут, то они могут огрести просто. Ну, кстати, продолжается игра, продолжается развитие. Ребят, арт добивает кистаргейт с Эндрями, которые тут в ТЛ есть. По 10 дамага заходит. Потому что 6 урона, 12, но там броня есть. Дэнэс с двумя Фениксами здесь залетит. Кстати! О-о-о! Прикольный момент был сейчас. Понимал сейчас Дэнэс, что фидбэком Феникс сразу убьёт дэмэжену. Поэтому поднял второго пси-штормяка. Пока он падал, успел того с удара добить. Один Феникс выжил. Но в одном Фениксе смысла не вижу. Он уже ничего не пошатает, ничего не сделает. 146, 125. Пользу Дэнэса. Микс очень жёсткий. 6 архонов. 4 яма уже. А здесь только блинг в основном. Пытается Дэнэс сталкеров перехватить. Кстати, им не так просто отступить-то будет. Но вот сталкеров у Дэнэса маловато. Вот если бы их такая же группа была, он постоянно блинкался агрессивно, убивал, а так как у него сталкер всего там 3 было, то он блинкает вперёд, их фокусят, а те дальше уходят. Слишком быстрый юнит, чтобы вот так вот сзади подходить. Если бы он был медленнее, можно было блинкаться, стрелять. То есть, если бы другие сзади их догоняли, а так получается эти-то сталкеров догнать не могут сзади. А учитывая, что у них ещё и блинк есть, то вообще там печаль. Поднимается ДНС на ХГ, Микс у него лучше, реально лучше. То есть, у него больше Архонов, 8 штук. Здесь 5 всего. У него Имморталов 5. А здесь парочку всего. Так, плюс ещё Зилата в двор. Третья атака пошла. Сплетится ДНС, всё, пошла атака. Зилки, Архоны, всё заходит. Зилаты прыгают вперёд, большая часть по центру. Это нормально, что так произошло. Это даже лучше, что так произошло. Два дестабилизатора есть у Арха, но... Выстрелы я видел только один из дестабилизатора, и ДНС в итоге продавливает. Неплохо по четырём Имморталам, а дестабилизатор прилетел, но этого недостаточно, чтобы отбиться, ребят. И тут уже на мейне ДНС зашёл, гейт отмени... Отключил один. Ооо, здесь гейток на одном пилоне вообще дофига находится, кстати говоря. ДГ, ребят, 1-0 ДНС, сумбурная игра такая получилась, но... Убер-Фэхейл, да я лучше в этой игре разобрался, чем... чем Арт. Да, это только ещё один, нуль там. 10199 поддержал ваш канал на 60 рублей и сообщает, купи штруди. Я говорю штруди. Пирожное хочешь, что ли? Яблочное. Да, не опасимо. Так, всё, яхоз готов, прыгаю в игру. Спасибо всем за поддержку. Ещё раз. Что-то прикроем. Опять сильно светить стало. Кочвердос ждут. Это подбор addition. Саша, you.. Эй-эй! То есть-эй! Да.. И Transport-то опять стоит... Саша, я ию secret. Да... Да... Продолжение следует... Продолжение следует... Зеркард, красный ДНС, позиция ДНС-11, САР 5 часов, погнали. Победителя ждет вердоз уже в финале. Продолжение следует... 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 Ну всё, арт пошёл all-in Понимаю, что ему 10 спан или пропал Есть и может ГГ, арт пишет ДНС против вердоса, шанс вердоса По 500 р за карту выработать Интересно, знает ли вердоса Знает, наверное, об этом Может он здесь на стриме есть А, если он и есть, то ХЗ как бы Никнейм, у него уже забанен Никнейм вроде, я так понимаю Ну всё, вердоса ДНС финал, ждём Автоматон, да может и автоматон бы не смог ХЗ А, если он и есть, то есть Ну что, ребят, всем еще раз здорово Сейчас я домой быстро позвоню Узнаю, как дела там Маша заболела Опять горло что-то ему Неделя садик и болеть Сразу Маша заболела 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 Только что Вы это чуть позже Увидьки Шпердос против ДНС Финал Садик Я USB Да, вердос. Видела? Отлично. О, Кирилл шестерик напилил сейчас, я смотрю. Русбрейнкап, отлично, на будущий по ремастеру. О, Кирилл шестерик напилил. О, Кирилл шестерик напилил. Будем надеяться, что вердос будет тащить и брать карты, чтобы немножечко фонд российского старкрафта поддержки понапрягать. О, Кирилл шестерик напилил. О, Кирилл шестерик напилил. О, Кирилл шестерик напилил. Так, ну что, ребят, два адепта там, два адепта здесь. Гекс, не волнуйся, здесь не очень много осталось, ребят, финал уже голых ОСК, извините, на секунду отвлекусь, посмотрю сейчас как на тинге ситуация там у нас складывается. Ага, Хиро Статсу бьется, Хиро Статс же сейчас бьется, или у нас бьется? Да, бьется Хиро со Статсу, но Статс уже аж 2-0 ведет, ничего себе. Статсу-то молодец, и навычно сегодня им пробрил, Хиро пытается сбрить. И здесь, по-моему, Статсу все норм уже в этой игре. Я здесь, среди теней. Так, ну что? ДНС Квердос приходит, ребят, что-то проблема здесь у Квердоса, серьезно, я всю игру нахрен пропустил. Что у нас было? Два адепта, пять пробок забрали? Ну я не понимаю, побери, черт побери, почему тогда, если здесь у ДНС два адепта, пять пробок забрали? Разница такая гигантская, восемь рабочих, Вердос, то есть и так отставал по рабочим. И кажется, сейчас будет... О, Оракул плюс шесть адептов, от Вердосичка идет вперед. Ну что же, очень важный момент, момент истины в этой игре, блин. И сейчас адепты нихрена не сделают, все плохо будет у Верди. И Оракул плюс он ко всему. Надо зайти, пилон может минуснуть, я со сталкерами Вердос начинаю... Да ну там сталкеров столько, вы еще раз. Адепты внутрь пытаются зайти, да ну там не пройти никуда, здесь пробку выпилил. Но тридцать двадцать два, все еще по рабочим. При этом всем. Так, с Оракулы залетели. Залп от Вердоса два, Оракула минус пробочка. Но, блин, он на десять рабочих практически отстает, пока остаться... И Хиро смотрел, Вердос тут отстает немножечко. Вот, ну, нагнать есть шанс. Ну, Нексус сверхпоздний получается у него. Еще при этом, то есть ДНС уже на одиннадцати плюс и рабочий. Ну, кстати, против трех сталкеров двумя Оракулами, если не прям на них вот так вот залетать вот сюда, а вот отсюда и вот сюда вот пролететь, можно, ну, пришлось бы, конечно, жертвовать Оракулами, естественно. Здесь Вердос-то хочет, чтобы они жили, но с какой-то стороны это правильно. Но если пожертвовать, штук десять рабов-то можно было бы забрать. Но ТАП Оракулов не осталось бы, скорее всего. Да и не факт, что забрал бы. У Вердоса Глефа, у Вердоса Эморфла. Здесь Блинк уже готов у ДНС. А нет, повезло Вердосу. Пять секунд, а Блинк, но... Когда уже Грейд практически готов, то говоришь автоматически, что готов, ну... А секунду-то решает. В данном случае он еще не был готов. А столкновение случилось до момента. Блинк, делается... Так, второй Мортал от Вердоса. Раз Гейд добавляется. Два есть, плюс что-нибудь пошел. Я так полагаю, надо какой-то пуш под Глейфа делать. Другого варианта я здесь не вижу, просто для Вердия. Ребята, спешу вас обрадовать. Спасибо Юре за инфу. Я вот не следил. Я вчера вообще к конку даже не притрагивался. Просто, ну... На отдыхе вчера был. Заши там в кафе сходили, дом сидел на ночь. Но, оказывается, у нас первая часть Близкона, то есть групповая стадия, в октябре 27-го, 28-го. Я вспомнил, ведь так же и в прошлом году было, то есть... Мой косяк, что не заметил. В общем, ребята, будем в конце месяца мы великолепные игры на Близконе наблюдать. Вердос пытается прессануть. У него боевого, кстати, больше, ребят. Но не стоит забывать, что при игре вот именно такой на несильных экономиках, как сейчас, собственно говоря, и происходит, очень сильно могут решать уверчажи. Например, когда 200 лимит... Опа! ДНС своего сталкера вынес сейчас. Просто царь. Очень сильно уверчажи будут решать. Ладно, когда там 150-150 или 200-200 лимит идет одно. А когда 100-104-105 по лимиту, то это совершенно другое. Два уверчажа ДНС. Молодец, экономно уверчажи здесь используют. И правильно делает, потому что если бы он сейчас все сразу выставил, то при следующем наломе увердос очень сильно бы наломился. Сильно дэмэдж мог бы он нанести. Плюс еще адепт в вдовар. Ну что, идти вперед пора. Два иммортала здесь. Уже адепт очень много. Увердоса собирается в бой. Вступать оракулами. Надо в бой идти. Где же оракулы? Стазисные ловушки под имморталов. Заблокировали сейчас. Неплохо. И мы заблочили. Но я уж сказал, уверчажи сильно решают. И кажется, немножечко не хватает. Увердоса здесь, да. Все-таки как-то так вот он... Мне кажется, что дамагом бы. Вообще, адепты танковали имморталов. Если увердос строил оракулы, как мне показалось, то он мог бы... Вообще, не оракулы, простите, что несу. Не строить оракулы, не стазис выставлять, а, например, дэмэджем, атакой проблевать, то тогда бы он, наверное, бы забрил бы. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, Милка Я же сказал, 27-го, 28-го А, Б группа 27-го на Блесконе 28-го группа ЦД Самоседка будет 3-го, 4-го Но еще до Блескона У нас в турнирах много Во-первых, начинается Блескона Блескона много интересных Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такс Ну что же Здесь у нас сблокируют рампу Вердос Показывают, что он Чизить будет сейчас Играет вообще без разбедки А ДНС делает Прокси Старгейт Так, как и предыдущую Помните, с Артом Дел А я говорил, вердос Если смотрел финал То он сейчас Пилит просто Старгейт Оборонительный И все будет ок 500 рублей за карту Это дополнение Вообще надо тащить финал Вот Например, фонд поддержки Российского Старкрафта Да, там Поддерживают игроков Там 150 рублей за карту На воскресном Голфу ВСК Просто со второго тура Из чемпиона Предыдущего Голфу ВСК Выиграют Чемпиона Действующего Голфу ВСК Чемпиона Месяца Финалов Топи сот Как вот сейчас Плюс ДНС Увердос То есть можно выиграть Сотку евро За те все карты Получить Еще полторашку Просто с финала Срубить Например Опа Это не Старгейт Вообще А Увердоса Плюс Это не мискликли Ребят Да нет По идее Второй Старгейт Уверденчиса Блин А если это Даркшайн Это Прокси Даркшайн И Прокси Дарки Ввердос Ввердос Если это будет Феникс Это будет А что это может быть Кроме фениксов Ввердос То есть полностью Контрит Старгейт Оппонента А здесь совершенно Другой билд Это очень печально На самом деле Это очень опасно Вот если он сюда Полетит сейчас С фениксами Вот так вот Наверх Проверит Например он летит Прямо к ДНС Пролетит и чист проверит Ё-моё Не, не летит туда Овердос Вспомни же Где Старгейт Просто Пролети Здесь И всё Сейчас будет Призма Готова Ну Я полагаю Что Сейчас Просто Ну Шансов Овердоса Уже Очень мало Потому что Оракулов нет Роба нет Ни хрена нет Несмотря Что два Дарки придут И Дарки Драпаются И Печально Ну Тут действительно Делать Нечего Особо В такой ситуации Ну, можно, конечно, ждать Оракула, понимаете? Даже роба нет. А как Оракул законтрить? Два дарка развел, чтоб один ревелэйш не пал. Все, то есть, это ГГ. Третья карта нам нужна. Ну, хоть карту-то, хоть пятишечку-то лишнюю. Надо срубить. И рано еще сдаваться. Ждем хост какой-нибудь. И рано еще. Что, хастанят? Они что, бо три догоняют? Не, не бо три, бо пять. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят Третья карта Вердос против ДНС Это финал, начинаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это что говорит, игрок умеет думать башкой хотя бы, ну вот Хотя бы как-то Хотя бы немного, а может быть даже немного То есть, он понимал, что Его полуфинал позже, Эвердос наверняка видел, что он делает Это он сделал тоже чист как бы, но другой совершенно, и он зашел Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, за стенку на рампе Вердос синий он, вот он Одиссея карта у нас Вердос... Достраиваются кибернет еще Пошел густецкий навар Все стандартно Вот он бухтит Время 6 часов Чарлик уже на архне бухтит Хочет гулять с собаками Рычать там Ну что, ребят Нексус от ДНС через Сталкеров, кстати говоря Вирдоса тоже сталкеров Ну почти одновременно То есть билд одинаковый Держит хрупку на рампе Чтобы заблокировать Случаи прихода адепта ДНС сталкерами приходит Ой, дамажный Вирдос у сталкера одного Ну значит, уверчаж придется выставлять Что делать-то еще? Или не придется? Нет, Вирдос считает, что не придется Может быть и действительно Ну так, ценой полей хп немногого количества хп Мазеркора Вирдос здесь отгоняет Сталкеров без выставления Уверчажа Вирдосу уже есть роба И строятся и морклы А тут только-только роба делает Ну куда, ё-моё Терпел-терпел А сейчас уверчаж выстрел В итоге все-таки Кстати говоря Вот сейчас можно заказать иммортала Например И сейчас стандарт Вот здесь такую тему Если не старгейт То есть робот вай-вай То есть роба, иммортал и блин А можно что делать? Сейчас добавить еще один гейт И сделать пуш Просто гейтовое место С центрями С одним имморталом На призму Даже с трех гейт Можно сделать На самом деле Похоже Такое мы увидим сейчас Ну ДНС уже Вот мне не нравится Как Вирдос Как это пробок строит ДНС Вот как-то реально То есть он строит рабочих так Что Опережает Вирдоса Хотя здесь уже такой билд Что он проседал Да, там у него роба Достаточно ранее Но на самом деле И в первой игре Там что-то такая история Вот Вот иллюзия пролетает ДНС должен был понять Сейчас, что это пуш Понял он или нет Я без понятия Что это пуш Ну кажется Да Он, понятно Пилонов добавляет Иммортал добавляет Иммортал будет 10 плюс Для Вирдоса У него есть призма На нее можно контролить Здесь у Вирчаржев Дофига Ну Вирдос пришел Понял, что здесь Уже не продавить Переходит макро Просто Делает чарж Дива там Делает Плюс один И по пробкам Уже, кстати, впереди Вот Обманул По рабочим Впереди Молодец Два газа Сейчас же забывать Начну Чарж Плюс архивы Темпларов Почему бы и нет Плюс гейт Увердоса Пошел Летит иллюзия Вперед Давайте От Вирдоса Посмотрим Сейчас Что вот Он увидит Вирдоса Даршайн Кстати, чарж Не, Даршайн То есть Архоны Возможно Из Дархоза Успел уйти Иллюзия Вирдос Молодец Но в итоге Он увидел Как четырьмя Сталкерами ДНС Его иллюзию Принимает У ДНСа Глефа Тут чарж Почти готов И плюс один Кстати говоря Вот надо сейчас Увидеть Что здесь Третий Нексус И просто Делать тайминг Под третий Нексус Все Три Иммортала Есть Архоны Я не понимаю Почему Архоны Из Дархоза Реально Так Зелков Больше Архонов Меньше Если Почем Лков Делать Но Минералов Больше Усвобождается В целом Дешевле Если На Микс Смотреть Здесь Тоже Три Иммортла Вирдос Ксилнаги Идет Два Архона Сливает Архона Замечать Опа ДНС Пришел Сталкер Отдал Вирдос Идет Ксилнаги Минус Ксилнаги Адэ 106 27 60 48 По Боевому Ну Надо Не бояться Идти Только Не надо Полгода Стоять И что-то Тупить Если Ас Адептов ДНС Много Сделает То Может И Развалиться Вирос Вот Третий Нексус Видел Молодец Плюс Еще Арки Архонов Ну Кстати Архоны Адептов Контрят А у Адептов Бонуса Нет По Архонам А у Архона Есть Бонус По Адептам Привет Плюс Они Жирные Очень Все ДНС Отдает Третий Нексус Это очевидно Становится Или в тыл Заходит Заходит Тыл Архона Забрать Имело Смысл Так Или Шатать Ему Нексус Просто Идет Вирос Нексус Убивать ДНС Тыл Все Пытается Зайти Может Агрессивный Блин Что Призму Сбрил ДНС Может Призму Сбрить Но Надо Просто Сюда Призму За армию Завести Получается И Все Ок Будет Здесь Очень Широкая Рампа С этой Стороны Можно Легко Достаточно Зайти Как Мне кажется Вирос Третий Нексус Сам Лезть Типа Не Будет Посмотрим Мне кажется Что Надо Лезть И Добивать Здесь Архонов Нет Нихрена Нет Просто Идти Убивать Спокойно Иллюзия Колостей И Морд Вы Впереди Понимает Вирто Что Микс Достаточно Опасный Здесь Не Рискует Лезть Знает Что У него Лучшая Ситуация Экономическая Блин Меня Беспокоят Эти Адепты Они Рейнжовый Юнит Если Их Будет Тлишком Много Они Зилов Этих Клам Разберут Одни Архоны Даже Не Сдержат Плюс Здесь ДПС В виде Иммортал Появляется Хорошего Количества У ДНС 4 Ма Вот Он Идет В контратаку Но Если Он Будет Нападать И Вирдос Отбивается То Все Ох У Вирдоса Просто Тем Более Вот Карас Некс Добыча Пошла Силнагу У ДНС Законтрол Здесь Вирдосу Главное Позицию Правильно Занять Если Он Неправильную Займет То У ДНС Появится Шанс Может Быть Развод Сюда Адепты А наверх Например Вниз Там Армия Парочку Адепт Может Зойти Вот Смотрите Вирдос Видите Что Здесь Пара Адептов Сзилот Один Их Вообще Им Ничего Не Сделает Один Зилот Двум Адепт Ничего Си Архонщик ДНС Вирдос Зилот Хоть Дамаженный Но Идет Вперед Валит Все По Лимит 158 140 Экономика Вирдосу Лучше Плюс Еще Адептов Делает Делает Леф И Микс Разношерстный Делает Молодец Есть Мазерпор Есть Надо Оверчаж Это Делает Одного Достаточно Оказалось Вполне На Третьем Нейкс Вирдос Тут рабочий Кстати Забрал Несколько Штук В итоге Посмотрите 44.52 На трех Базах Вирдоса Меньше Рабочих На 8 Чем У ДНС На 2 Было Вот Сейчас Золото Начало Забываться Это Золото Может Добыча На этом Золоте Может Привести К тому Что ДНС Сейчас Еще В плюс Выйдет По Эко И по Боевому Лимиту Нагонит Например Так Сталкеры Раздувают Иллюзия Полетела Микс Увердос О Ничего себе Увердос Адептов На варку Сколько Давайте По юнитам Посмотрим 6 Архонов 4 Ма Увердоса Там 4 Архона Меньше Короче Архонов Зилков У ДНС Больше Становится Увердосов 26 Адептов На 18 Короче Близки Армии Близки Но на 30 Лимита Боевого Увердоса Больше Архонов Больше И адепт В целом Больше Позиция Кривая Реально Золото Заметил Ввердос Нет Похоже Что золото Ввердос Не заметил Адептов Легко Достаточно Принимает Надо ли Лезть Наверх Ввердос Думаю Что нет Не надо Приходит Третьему Нексту Его нет Соображает Что там На золоте Движуха Идет Зилот Один Туда Пошел Есть Потомка Есть Но одного Зилота Мало Выдели Три Зилка Туда Ввердос Уже На хг Поднимается Всеми ДНС Позицию Потерял Очень быстро Конечно Ввердос Некхли Бреет Это очевидно Становится Лезть сюда ДНС Смысла Не вижу Но лимит Уже равный То есть Ввердос До того Добегался Что Лимит Равный С ДНС Получил Но Так Ну микс Лучше Лучше Микс Технологичнее Золото Теперь Нет Опять Три Вдве Базы То есть Ну Плюс Ввердос У ДНС Правда Плюс Два Есть У Ввердос Нет Надо ли При этом Раскладе Лезть Не знаю Даршрайне С Увердос У ДНС Нет Поэтому Например Дарки Сюда Прилетели Ни Фатонки Ни Еще Вот это Могло Бы Как-то Перевернуть Но Дарков Нет У ДНС Ох Как Дестабилизаторы Зашли Такое Гейтовое Говно Вначале Лотвы Вообще Таким Не играли В принципе Нестабилизаторы Там Всему Глава Были Сейчас Про них Забыли Я считаю Несправедливо В некоторых Моментах Вот Прежде Сейчас Робо Есть Вот Робо Бэй ДНС Понял Нифига Здесь Такое Мясище Если Так Долго Будет Бегать Понимаете Пан Или Пропал Типа Как Получается Долго Будет Ну Продавит Ввердос Продавит Будет Долго Бегать Неужели Ввердос С одной Стороны Не зайти Я не понимаю Чего он Звук То всего Мыш Кстати Говоря Продавливает По-моему Архона И мы Снизу Заход Здесь Боква Адепты Затанчили Архоны Падают Ну Как-то ДНС Архоны Долго Живут Уверчаж Тоже Но 132 83 Нет Это ГГ Ребята Это 2-1 Камбэк От Ввердоса Пятихат Получает Дополнительную Закарку Ну Хоть Будет Не обидно Что Если Даже Финал Сольет Например Что 10 Теперь Только За первое Место Дают А так Фонд Поддержки Российского Старкрафта Поможет Адептов Залп Куда Ввердос Ушел Куч Не понимаю Адепты Бьют Армию Кату Увел Зажимали Идет Идет Исне Все Ребята Сейчас Буду Заходить В следующую Игру Свет Темно Очень Темно Стало Ну Уже Не В сухую Уже Нормально Так Прыгаю В обру Отлично Уг bursts Уг generational Уг gigabytes Уг富 Уг富 Угнем Угalı Уг Wave Уг富 Угги Угни Уг הה Продолжение следует... 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 ДНС... Продолжение следует... 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 И смотрите-ка, тут Вирдос скрытно выдвинулся, кстати говоря. Четыре пти-штурмяка, где они? А, идут. Два сюда идут, два еще наварпились. Так что этих Вархон надо сливать? Я не понимаю, что Вирдос здесь делает. Как он собирается убить, если он... А, вот одного Вархона в тылу где-то вдалеке, вдалеке. Если... Ну, ДНС в правильной позиции, около третьего Нексуса он находится. То есть у Вирча же у него имеются здесь. И Вирдос еще захватит, часть зилков вперед, часть вообще хрен пойми, как дерется. Сейчас Фениксы вернутся под ним у сталкеров. Да нет, здесь не продавить, ребята. Короче говоря, это похоже на 3-1. ГГ, ребята, 3-1. Вы сами все видите. Доварпа мало, гейтов мало. ДНС третий Нексус раскачан. Ну, до финала Вирдос дошел. Молодец, бился достойно. То есть не зря, потому что из Фонда поддержки Российского Старкрафта даже пятишечку тут срубил в финале, получается. До этого что-то... Ну, рубль четыреста поднял из Фонда поддержки Российского Старкрафта. Вроде как, если правильно посчитал. В общем-то... Спасибо за игру Вирдосу. Надо тренироваться, чтобы на Везге хорошо выступить, безусловно. Я сейчас без задержки очень скоро вернусь. Подождите. Продолжение следует...